Идеальная пара нижнего белья. Существует ли она? В сегодняшнем видео мы займемся ее поиском. Сравним между собой трусы плавки, боксеры, брифы боксеры. Это будет серьезная борьба, а победитель будет только один, который превзойдет всех. Вы узнаете об этом в конце. Итак, господа, позвольте огласить правила. Будет 5 раундов. В первом мы поговорим о внешнем виде, затем поговорим о комфорте, после чего затронем функциональность, универсальность, и в последнем мы поговорим о том, что предпочитают девушки. И друзья, напишите в комментариях, как считаете вы. Я хочу узнать, если вам нравятся плавки, брифы боксеры, или вы любитель боксеров, напишите в комментариях, почему. Первый раунд. Давайте поговорим о внешнем виде. Начнем с третьего номера. Плавки. Если вам 8 лет, вы выберете с трансформерами. Это шикарная опция, в принтах. Скорее всего, они номер один. Так, для большинства мужчин, которые покупают себе нижнее белье, есть на выбор какие-то веселые рисунки, или расцветка, которая подчеркивает наши естественные черты, или что-то более строгое на ваше усмотрение. Перейдем ко второму номеру. Боксеры. Как я уже говорил, если у вас есть небольшой живот, вы большой парнишка, боксеры. Великолепный выбор, потому что из всего выбора они будут лучше всего смотреться. Но если вы достойно сложены, вам нужны брифы боксеры. Они номер один в моем списке. Брифы боксеры стали популярны в 90-х. Марки Марк сделал их популярными с его огромной рекламой на билбордах. Что мы увидим в этих трусах? Они самые офигенские, как ни крути. Особенно, если у вас довольно привлекательное тело. В них вы можете спокойно ходить среди своих подруг. Будете выглядеть отлично. Что касается родителей, многие парни переживают, если вдруг в гостях у родителей девушки их увидят в трусах. Так с ними все будет в порядке. Вот это мой выбор. Второй раунд, друзья. Поговорим о комфорте. И на последнее место я поставил семейники. И это решение может быть довольно противоречивым. Многие из вас могут сказать, Антонио, о чем ты вообще говоришь? Семейники – это самое удобное нижнее белье, которое у меня когда-либо было. Я словно хожу без белья. Нет никакой поддержки снизу. Ну, как бы звеню своими ребятами. Но это палка о двух концах. Потому что снизу нет никакой поддержки. Это, возможно, и хорошо, если вы не очень активный, если не бегаете, если вы относительно молодой. Но когда вы станете старше, станете немного чувствительнее. Вам нужна поддержка снизу. Особенно, если вы активны. И на второе место я ставлю брифы боксеры. Они, конечно, лучше, чем предыдущие. Да, они закрывают, но все-таки нужно больше поддержки вашим друзьям. Поэтому на первое место я ставлю плавки. По моему мнению, плавки отлично справляются с поддержкой, если они правильно пошиты. Если у вас пара плавок, сделанная из прекрасной ткани и ничего нигде не натирает, не давит и сидит на вас здорово, кроме того, у вас полная свобода движений. И это самая удобная пара нижнего белья, которую вы сможете найти. Третий раунд. Функциональность. Ваше нижнее белье должно делать свою работу, которую я приравниваю к защите вашей одежды и защите непосредственно ваших мальчиков. Держать их вместе и не подвергать их опасности. На третьем месте будут боксеры. Позвольте объяснить, почему. Вы идете в зал, надеваете пару семейников, ну и пару шорт. И, допустим, приседаете. Девушка хочет с вами познакомиться, подходит ближе и перед ней открывается весь вид. Возможно, кому-то и понравится, но для большинства из нас это не то, что мы хотим показывать. Вот почему, когда дело доходит до функции одежды как защиты, боксеры, может, и делают хорошую работу. Но когда дело доходит до того, чтобы ваши друзья сидели на месте и были защищены, эти трусы не всегда справляются. На втором месте у нас плавки. Плавки это отличные трусы, которые справляются с тем, чтобы держать ваших друзей вместе. Но у них есть проблемы. У меня были такие, и я заметил, что они не покрывают внутреннюю сторону бедра, поэтому там может натирать, особенно если вы много двигаетесь. И поэтому на первое место я поставил брифы-боксеры. И тут они лучшие, как ни крути. Покрывают бедра на внутренней стороне, держат мальчиков на месте, защищают их. В них вы можете спокойно идти в зал. Четвертый раунд, господа. Поговорим об универсальности. Это способность носить белье где-нибудь еще. Перейдем к третьему номеру. Вы не получите маскировочного эффекта, если вы в плавках. Вы наденете нижнее белье, силуэт, который явно ничего не скрывает. Если начнется пожар, и вы выбежите в плавках на улицу, в них будет смотреться явно, что вы в трусах. Переходим ко второму номеру. Брифы-боксеры. В них вы немного более закрыты. Если будет холодно снаружи, вы простоите немного подольше. Но смысл в том, что вы все еще в нижнем белье. Но номер один в этом списке – семейники. Некоторые люди могут сказать «Эй, да он просто в шортах». Так а если вы еще и в футболке, вышли через черную дверь, можете сказать «Да я только с вечеринки». Услышал сирену, подошел посмотреть. Наконец, пятый раунд. Что нравится девушкам? На третьем месте расположились плавки. Возможно, они напоминают девушкам о младшем брате, который бегает в них по дому. По разным причинам плавки предстают перед девушками не в лучшем свете. Но я считаю, если у вас отлично сложное, хорошо выглядящее тело, и на вас пара из хорошей качественной ткани, вы определенно можете их надеть. А на втором месте у нас находятся семейники. Множество девушек их любит. Им нравится, как они выглядят. Особенно, если у вас худые ноги. Так они придают вам немного объема в ногах и добавляют пропорции в туловище. Но на первом месте расположились брифы-боксеры. С большим отрывом практически каждая девушка, когда видит подобные трусы, думает «Я их хочу видеть на своем мужчине». Особенно, если у вас очень достойно сложное тело, даже если вы немного большеват. Ну ладно, господа, финальный подсчет. Чем ниже счет, тем лучше. И на третьем месте с 12 очками находятся плавки. На втором месте с 11 очками – боксеры. И с огромным отрывом на первом месте со счетом в 7 очков – брифы-боксеры. Итак, на мой взгляд, брифы-боксеры самые оптимальные. Но вот в чем дело. Это мое мнение. Вам нужно выбирать самим и делать правильный выбор для себя. Потому что идеальная пара нижнего белья зависит от самого мужчины, от его нужд и его фигуры. Напишите в комментариях, какая пара нижнего белья идеальна для вас. И я увижу вас в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok